Девушки отдыхают Сегодня над этим хрупким равновесием нависла новая страшная угроза Восстание Покуда эта кампания анархии и террора остается безнаказанной Чума ликантропии, поразившая наш город, с каждым днем набирает силу Лорд-канцлер согласился, что нужно срочно направить рыцарей в Уайтчеппел Уайтчеппел — это забота полиции Когда благородному Артуру пришла пора бросить вызов римскому императору Луцию Он не тяготился вопросами юрисдикции Не вам читать мне лекции по истории, сэр Берсиваль Я повидал столько, сколько вам и не снилось Напомню собравшимся, что угроза ордену исходит не только извне, но и изнутри Мы должны сохранять бдительность Иначе в наши ряды внесут разлад те, кто чьится уничтожить все, что нам дорого Тлетворное влияние повстанцев грозит любому Надеюсь, лорд-канцлер не ставит под сомнение преданность сэра Персиваля Наш орден всегда внимал советом сэра Персиваля Но в нынешней ситуации надо действовать с осторожностью, а не грубостью и нахрапом Сэр Персиваля прав, лорд-канцлер Ситуация с Уай Чеппелом может потребовать вмешательства Говорит ли лорд Дарвин от лица всех остальных? Лорд Гастингс, лорд Англас? Разумеется, лорд-канцлер Этот вопрос лучше рассмотреть совету Ну что ж Что решил орден рыцарей Ее Величества относительно Уай Чеппела? За или против? Против Итак, против Заседание окончено Орден стал слишком осторожен Пассивность для нас губительна Оставьте, Себастер Надо действовать Сэр Персиваль так взволнован Вам ли не знать? Раз он принял решение, ему лучше не перечить Что вы скажете? Персиваль твердо решил продолжать рассмотреть Вы слышали, лорда-канцлер? Совет не даст разрешения Ладно, мне снова только ходить Потрясающе А можно бегать? Ноу Да как ты смеешь, котина? Что ты вообще там задумалась, сволочь женского рода? Ах ты, я тебя... Да я в твое время из библиотеки не выходил В подсоюзе сейчас стояль Да мы там гречку перебирали Серьезно, сейчас сказать кому-нибудь Перебери гречку Вааааааааат? Это вопрос уладит сэр Галахад У меня есть неотложное дело Как угодно Сколько же человек отправится в Америку? О, лорд Барретт, лорд Дарвин и я Я слышал много лесного, а богомемно не лорд Гастингс А, лучшие судно объединенные индийской компанией Гарантирую вам комфортное и быстрое путешествие через Атлантику А вы не хотели бы посмотреть, сэр Лукан? Я сочту за честь проводить вас в ваше первое плавание. Сэр Лукан, можно вас? С вашего позволения. Конечно, сэр Персиваль. Сэр Пукан. Алистер, вы, как и я, прекрасно понимаете, что Уайт-Чеппел ключ ко всему восстанию. Моё мнение не важно. Совет вынес решение. Мало кто готов идти наперекор вашему отцу. Нужно ли напоминать вам, что мы все выполняем волю лорда-канцлера? Вы рыцарь-командор. Вразумите его. Вы называете разумной вылазку во плот повстанцев? Я готов пойти на этот риск. И вы готовы принять на себя всю ответственность случаю непредвиденного поворота событий? За все последствия отвечать буду только я. Вход Уайт-Чеппел вам заказан. Это если официально. Благодарю, сэр Лукан. Благодарность мне ни к чему. Нужны результаты. Как вам будет угодно. Если Лукана сожгут на огне, будет прикольно. Потому что я его... Ну, вы поняли, да? Подгорит как бы у него. Восхитительно. И когда? Вы же не про Уайт-Чеппел? Ну, отец. Ваш брат разрешил нам провести разведку. Добудьте необходимые материалы. Изабель, за мной. Просветите меня. Насчет лорда-канцлера. В чем дело, Маркиз? Сэр Лукан и леди Игрейны – его приемные дети? Так и есть. Зачем он их втянул во все это? Возможно, он хотел вернуть себе подобие утраченной человечности. Решение о вступлении в Орден они принимали сами. Все равно. Я бы не обрекнуть такое своих детей. Маркиз, надо спешить. Уи, мой генераль. Абвек плезир. Месье. Мэлори склонен действовать на свой страх и риск. Он самый достойный человек. Надеюсь, вам удастся его хоть немного отрезвить. Мы с Себастьяном давно вместе. Я доверю ему свою жизнь. Полагаю, осторожность? Нам не помешает. Приглядите за моей сестрой. Ладно. Если и забыли, что ты решила, никто ее не остановит. Воистину. С ней не совладаешь. Желаю удачи. Мне дадут пострелять. Мне как бы нравилось стрелять. О, Тесла. Молодой Тесла. Что ли? Что-то, или такой голос стрёмный подобрали. Хотя, да. Наверное, голос Теслы никто не слышал. Что нового вы можете показать? Кое-что весьма интригующее, я бы сказал. Вроде как молодо выглядит. Не помню, в каком году он там родился. Доль точно молодой в 86-м был. По поводу Гроссвенор Сквер, что-то прояснилось? Полиция ищет виновных. Ищет, ищет. Ликаны на пороге Объединенной Индийской Компании. Как вам? Мэйфер не тот, что прежде. Я контроллер, пожалуй, уберу, а то что-то как-то держать надоело уже его, если честно. Так, Кинчик, посмотрю. Лаборатория Теслы Подземелья Вестминстера. А еще посмотрел количество очивок, их всего 22. Вау, они больше придумать не могли, нет? О-кей, спасибо. Игра. Не, они реально мне бенчмарк устроили, они хотят погордиться текстурками, что ли? Спасибо, я такое видел. Что здесь написано? А-а-а-а, насрать. А-зм-е-ст-м-а-минь. Мне это ничего не хватит. Действительно. Ты же просто лыцель. Никола. Латтл-стат. Неплохо. Еще б телик бы завезли, вообще классно было бы. Так, что тут еще есть? У нас еще бабы есть, какой-нибудь бордель. Ну и древность. Неужто мы когда-то такими пользовались? Что это? Крюк? Для захвата? Ловушка для привидений? Пульт для телевизора? Че, плазма-то есть, нет? Или только твое ненужное говно, да? Фууу, ненужное говно. Сарказм. Да, у них, помню, соперничество было. Пусть лучший человек выиграет, твой друг, Томас. Вроде как, насколько я помню. Ну, ничего нехорошо, так исторические факты приложили к альтернативной вселенной. Почти как в СССР! Нет, сэр, 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 малахат, валахат. Че расскажешь? Сюда, прошу. Я уже подошел, но нет, спасибо. Я похожу, повтыкаю, вдруг че есть. А, или ты меня сюда просишь зайти? Сюда, наверное, нет. Туда. А можно тронуть это? Уи! И чтоб волосы дымом стали. Чтоб у меня на голове была башня Теслы. Можно че, пробировать? Нет? Нафига вам полигон, если он не работает? Ой, тушка. Разлетится на кусочки? Щас проверим. Я по-прежнему отражаюсь, да? По-моему, тут вообще никто не отражается. Тут вообще какое-то отражение левое. Да, смотрите! Или это за дверью просто что-то находится? Может, это не зеркало, может, это... Ай, хер поймешь, насрать. Есть для вас кое-что интересное. Мое новое устройство превращает неэффективный постоянный ток Эдисона в превосходный переменный. Так можно перегружать и выводить из строя электрические системы. Ну ок, че дальше? Дамы. На самом деле ничего сложного. Просто вакуумный вытримитель и несколько медных зажимов. А, и изящный футляр в подарок. В каждой трубке несколько шариков ртути. Их надо выстроить в ряд, и устройство можно использовать. Попробуйте. Херасия там завезли. Зафиксируйте шарики ртути между стрелками. Нажмите где-то, чтобы закрепли трубку. Прекрасно. Понятно? Вы просто гений, Никола. Мне любопытно ваше мнение о моей новейшей штучке. То есть просто он мне показал, вы приметили все и все? Снайперский карабин SX-84. Впечатляет. Вы знаете толк вооружении. Посмотрите, вот тут телескопический прицел для стрельбы по дальним мишеням. Вот что за честь, если возьметесь его испытать? Не помню, чтобы Николя Тесла был оружейником. Это что за пиксель-хантинг сейчас? Хорошо. Яблочко давай. Отдача сильная. Но можно примравиться. Хорошо бы еще стрелял потише. Яблочко расстрелял. Сейчас же этим займусь. Не желаете осмотреть мои прочие детища? Предложение заманчивое, но мне пора возвращаться. Разумеется. Монокуляр, который заказывал генерал Афаят, вон там, на столе. Я ему передам. Разобьемся на пары. Изабель, вы с Афаятом заходите на Хай-Стрит с юга. Мы с Галахадом с севера. Французы, приставьте к Галахаду. Вам нечего опасаться, сударыня. Даю слово чести, что проявлю себя подлинным рыцарем. Я бы предпочла, чтобы меня опекал кто-нибудь более опытный. Разве вы нуждаетесь в опеке? Хорошо. Пойдете с Галахадом. Но я не теряю надежды продемонстрировать вам свой талант. Помните, мы на территории повстанцев. Они придут в ярость, когда узнают, что мы вторглись в Уайт-Чеппелл. Исходя из того, что мы узнали в Мэфере, наша цель – лондонский госпиталь. Странно, что ликаны решили укрыться здесь. Вы не находите, месье? Вы думаете, что повстанцы сотрудничают с полукровками? Лорд-канцлер в этом убежден. Я сомневаюсь. Никому не доверяете, мой генерал. Нельзя ничего принимать на веру. Этому девизу уже много веков. 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 Продолжение следует...